Как работает крышка радиатора? Интересно? Смотрим дальше. Крышка радиатора это охранник правильной работы системы охлаждения. Ведь в системе охлаждения используется охлаждающая жидкость, которая находится под давлением. И с помощью ее отводится накопленное тепло от двигателя. И наличие исправной крышки радиатора имеет решающее значение для всей работы системы охлаждения. Поскольку она поддерживает необходимое давление. И я думаю, вы знаете, что каждая крышка радиатора рассчитана на определенное давление, которое она может выдержать. Например, с самой большей встречающейся крышки момент срабатывания это 0,9 атмосфер. Но, как разные системы охлаждения требуют разное давление, то важно купить крышку радиатора, соответствуя заводской спецификации. И ведь, я думаю, вы знаете, что повышение давления в системе охлаждения необходимо для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. И это позволяет жидкости удерживать больше тепла перед испарением. Ведь большинство двигателей имеют нормальную рабочую температуру ближко к точке кипения. И если охлаждающая жидкость двигателя закипит, она не сможет эффективно охлаждать двигатель, так как внутричный газ в виде пузырьков не будет отводить тепло. Так же хорошо, как и жидкость. Так же, я думаю, вы знаете, что система охлаждения с оптимальным давлением позволяет двигателю работать более эффективно, защищая его от повреждений. Ведь ни до кого не секрет, что охлаждающая жидкость обычно состоит из воды и антифриза в соотношении один к одному, где вода поглощает тепло двигателя, а антифриз еще больше повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. Так же, испарение антифриза нежелательно, поскольку газообразный антифриз либо полностью покинет систему из-за утечки, либо займет больше места в бачке, чем предусмотрено, тем самым, тем самым приведет к избыточному давлению в системе охлаждения. И чтобы избежать избыточного давления, которое может повредить компоненты системы, в свою очередь, подпружиненный клапан на крышке радиатора выпускает излишки охлаждающей жидкости в расширительный бак. А при более низком давлении крышка втягивает охлаждающую жидкость обратно в систему охлаждения. Думаю, эта информация была вам полезна, так что поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали. И до нового видео! Не забудьте подписаться, убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.